Израильские военные обозреватели, автор телеграм-канала своего имени, не побоюсь этого слова, Игорь Левин. Игорь, здравствуйте, и вам добрый вечер, Хаксамех. Да, добрый вечер, Хаксамех. Всем рад видеть. Привет. Хаксамех, Хаксамех. Рады видеть тебя в нашем эфире. Первый вопрос. Крокус. Такое количество версий вброшено, начиная от «Рязанский сахар-2» и заканчивая спецоперацией СБУ. Вот по твоей оценке, что там, скорее всего, произошло. Ну, точно-то никто не знает, но, скорее всего, на твой взгляд, что там произошло. Нет, что там произошло, очень хорошо известно и понятно. Тут разных почти не понимают. Ну, в смысле, да, 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 ты прав. Что там произошло. Ты прав. Да, нет, я понимаю, о чем речь идет. Кто это сделал? Да, 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 нет. Это сделал ИГИЛ, нет сомнений. Есть официальные там заявления, они взяли на себя и так далее. При этом уже много информации есть, не хочется повторяться. Тут другое дело. Вот эти много версий, про которые вы говорите, да, вот специально эта тактика Кремля всегда вбрасывает целое огромное количество версий. Там, кстати, Захарова заявила, буквально я там за полчаса до эфира узнал, что они говорят, что любые смещения Вашингтона, внимание, да, вот это вот, что произошло в крокусе теракта с Украины, будут означать того, что они там пытаются как-то соучастниками быть, что-то такое, такая формулировка. То есть ИГИЛ официально берет на себя заявление, но они все равно пытаются подвязать сюда Украину. И об этом Захарова как бы на официальном уровне заявляет. Вот, это тактика Кремля, да, тысяча одна версия. Что важно? Важно это задавать вопросы, отталкиваясь от того, что мы видим. Убирая всю шелуху. Убирая всю шелуху, мы видим то, что факты, то, что там были силовики, во-первых, внутри самого крокуса. Ну, это уже факт. Да и вообще логично, что в таком большом центре будут как бы минимум охраны, какая-то там полиция и так далее. Были силовики снаружи. То есть там известно, видно, что есть машины силовиков снаружи, когда приезжает туда машина террористов. То есть изначально там были силовики. И туда прибыли силовики, ну, в больших количествах уже, оцепили. И давали людям просто, людей рядом расстреливать, террористам на местах, вот поджечь. И только через час, даже, говорят, больше, на самом деле, более часа туда вошли. Когда террористы не спеша там всех порезали ножами, поубивали, подожгли и уехали. Не меняя футболки даже. Не меняя, как они сфотографировались в этих футболках на фоне флага. В них же их и поймали. На машине, как бы, ну, просто как будто, вот, не знаю, просто они там на пикнике где-то были. Вот, они пытались вести какие-то там боевые действия с силовиками, да, ждали. Что это, ну, это нетипично. У нас есть такие, как бы, такие редкие случаи, на самом деле. Но вообще это нетипично, потому что фанатики особенно, когда они идут на такие акции, у нас есть много примеров акций, это уже ИГИЛ и так далее, они идут в один конец. Ну, потому что силовики на каком-то этапе вступают в бой, и перестрелка у четырех вооруженных, как бы, мужчин, шансов особо нет против до зубов вооруженных силовиков, которых там 10, 20, 30, 100 и так далее. Там, кстати, огромное количество отцепило было снаружи. Вот, но никого не было. Вот, они их ждали, 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 ждали. Видимо, им надоело, им стало скучно. Они уехали, вот. И так как они ехали, не поменяв даже футболки, не пытавшись пересесть на другой автомобиль, ехали в конкретное место, это говорит о том, что у них была явка. Это все указывает на то, что кто-то им додавал какие-то гарантии. Кто-то им давал гарантии, то, что, во-первых, у них будет время, вот, для того, чтобы там убивать людей, и дал им какие-то адреса явки, вот, и так далее. По крайней мере, так-то выглядит со стороны. И чем больше мы узнаем фактов, как, например, сегодня были видео обнародованы, где силовики внутри ест, оказывается, Крокуса, и они просто отступили, ушли. Вот, не пытались, ну, то, что называется, хатеральный мага, да, вот это вот, вступить в бой. Да, да. Стремиться идти на контакт, да, стремиться идти на контакт. Вот, поэтому, вот, выкидывая все эти, вот, все эту галиматию, куда они там ехали, граница Беларуси, граница Украины, вот, все там требования кремля, предъявы к Вашингтону, что они недостаточно им много дали информации. То есть, Великая Зверя Грижава, ядерная, вот, выжалуются, что им дали недостаточно информации. А Ваша разведка на что, как бы, и так далее. Игорь, еще один вопрос, по поводу которого у нас даже тут в студии были споры. Одни говорят, что это суперпрофессионалы, настоящие киллеры, суперпрофессионалы. Другие говорят, что нет, это дилетанты, их успех объясняется только тем, что никого нет. Неверный ответ не тот, не тот. Вот, это не суперпрофессионалы, это не суперпрофессионалы, но это не дилетанты с улицы, которые, по крайней мере, вчера. У них есть базовая подготовка, это видно, плюс холоднокровие, плюс все-таки это не фанатики. То, что там, это вот Алла Акбар, да, Бог Велик и так далее сказано на камеру, ну, это кто угодно может сказать, это тебя не превращает, тебя фанатика не делает, как бы, тебя. Вот, то, что там тоже не умеючи ножом пытались кого-то резать, отрезать голову и так далее, тоже не превращает тебя фанатика. Вот, фанатики по-другому себя ведут, самое главное, фанатик, он идет в один конец, фанатик не попытается отступить. Он останется там, чтобы еще больше людей убить, уже буквально, даже если у него кончились патроны, фанатик будет убивать ножом, будет убивать, там, не знаю, стульями забить и так далее. Будут ждать момента, когда его убьют, и он в силу его веры, будет считать, что он умер в бою, то есть его убили в бою, то есть он вознесется по ступеньками дальше, ну, своего, как они верят. Да, в исламскую Волгаллу попадет. Вот, да, 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 именно, понимаете, вот это очень ключевой момент, то, что они ретировались. И опять же, если бы они, как они ретировались, если бы они разбежались, один спрятался в канализации, другой куда-то там убежал, третий сменил бы там одежду в футболке, да, там, с трупов бы что-то снял и так далее, четвертый бы притворился бы тоже обычным гражданским там мертвым, где-то под телами закопался. Тогда понятно, да, они в хаусе, в суматохе, в страхе, по-разному пытались разбежаться. То же самое одежде, все организованно просто отошли. Это абсолютно нетипично. И какой вывод ты, Игорь, какой ты вывод делаешь из-за этого? Вывод, что они не шли в один конец, и что им давали к определенной гарантии. Еще один вопрос, который непонятен совершенно, а кто их вот там вот в Брянской области арестовал? Что это были за люди, которые ухо ему отрезали? Как, кто это вообще? Это официальные ФСБ или кто это такие? Российские силовики, а вас это удивляет? Ну, они в Украине головы отрезали вообще-то. Нет, не то что удивляет, но прям под запись, при аресте, ну, такого я еще не видел. Ну, меня не удивляет. Ну, Россия страшнее, чем ИГИЛ. ИГИЛ же никого не удивляет. Ну, вас же не удивляет, что ИГИЛ, например, ножом резал человека на камеру? Почему Россия? Россия, наверное, страшнее, чем ИГИЛ. И страшнее, чем Хамас. У них ядерное оружие, стратегические бомбардировщики. Путин самый главный убийца этой планеты. Он убил столько людей, сколько там не снилось ИГИЛу, в самых их мокрых снах и так далее. Там какой-нибудь покойный Багдаде и так далее. При всем желании не мог бы приблизиться к Путину по количеству убийств, замордованных, замученных людей, посаженных, все эти гулаги и так далее. Забомблены целые города ковровыми бомбардировками в Сирии, в Украине, в тот же Мариуполе и так далее. Вот, в этом универе, мне абсолютно не удивляет. Давайте не будем сейчас уходить в детали, но все-таки я просто не получил ответ на свой вопрос. Ты говоришь о том, что такое ощущение, что им дали гарантии, что им дали время, что им не мешали, что их куда-то увели. И это все, значит, приводит нас к версии, что это организовано ФСБ? Это не ощущение, это факты. Но то, что им не мешает, это факт. Если бы там пытались вывести боевые действия, мы могли бы говорить, они вяловили боевые действия, как-то там слишком не так, штурмовали плохо. Так нет, это факт. Мы знаем, что факт, что было цепление, они были снаружи, они не штурмовали и не вступали с ними в бой. Не было ни одной перестрелки с ними. Это факт, это не ощущение. Слушай, ну тогда непонятно другое. Секундочку, я на предыдущий вопрос отвечу насчет ФСБ. Вот все эти факты указывают на то, что какие-то гарантии давали. Не нужно смотреть на эти вещи черно-белого. Когда вот говорят, что есть рязанский сахар, провокация ФСБ, это же не буквально, что сидит начальник ФСБ высокого ранга и говорит, давайте сейчас людей постреляем. Не так работает. Просто есть и чеки, которые курируют, и где-то могли на каком-то уровне, какое-то звено, могли что-то провернуть, хотеть. Это все догадки, потому что у нас новых нету никаких данных или информации. Просто это абсолютно очевидно и типично, потому что спецслужбы всегда курируют любых радикалов, исламистов в том числе. То есть, если есть какая-то ячейка, они известны. А дальше почему так получилось? Могло что-то пойти не так, не по плану. Выйти с рук и так далее. А может быть даже и не по плану. Потому что даже, смотрите, Путин, даже если Путин, предположим, не знал об этом всем, и высшие эшелоны ФСБ не знали и так далее, Путин большой выгодополучатель с этого теракта. Он очень много чего получил. Но тогда не появился бы ролик ИГИЛ, а наоборот, появились бы визитки Яруша, Томик Бандера и что-то такое. Почему? Нет, это никак не связано. Сами ИГИЛовцы не знают, что их кураторы с ФСБ. Радикалы ультралевые, ультраправые, исламистские, когда у них есть кураторы, которые их мониторят. Это неважно, это везде так. В Великобритании. Вы знаете, что ИРА, Ирландская республиканская армия, которая устраивала теракты в Ирландии против британцев, там один из лидеров этой ИРы, одной из, там было несколько ИР в прошлом веке. Так вот, один из лидеров, но довольно не последнее звено, был британским агентом, который он в том числе планировал теракты. То есть он в том числе направлял, куда и как что делать боевикам. Как бы да, гибли британские солдаты, но глобально Великобритания получала больше дивидендов, потому что она контролирует и знает, как себя ИРА ведет. То есть всему миру так, это абсолютно типично. Это не какая-то там конспирология, уникальная, говорят, не может быть, это какая-то конспирология. Да нет, это абсолютная фигня. И в Израиле точно так же, наши курируют, знают уже радикалов, на западном берегу Юдей-Самарии, где угодно. Поэтому это как бы абсолютно это, типа типичная штука. Вот для чего это делалось? Вот это уже отдельный вопрос, если это делалось на самом деле. Просто все эти факты о том, что им не сопротивлялись и не оказывали сопротивления. Сначала, я помню, мне как контраргумент говорили, они не успели прибыть, там час это нормально, чтобы прибыть. А потом оказалось, что там силовики были кацарядом, потом оказалось, что они прибыли, потом оказалось, что они просто стояли, а сейчас оказалось, что они даже внутри были, просто ушли наружу, чтобы не мешать, знаете. А, убивайте людей? Ну ладно, убивайте. Так это выглядит со стороны. Я не говорю, что так в головах было конкретно у того росгвардейца, который с собакой там ходит. Но так это выглядит со стороны. Вот. И я еще раз говорю, что... Ну, в принципе, да. Ну, как бы, вот на это можно закончить. Игорь, большое спасибо. Спасибо, что нашли время подключиться к нашему эфиру. Израильский военный обозреватель Игорь Левин. Подписывайтесь, кстати, не только на наш телеграм-канал Обзиратель, но и на телеграм-канал Игоря. Очень там любопытно все. Спасибо.